В пожарной лестнице полицейские пробираются в окно третьего этажа, спасают запертых в квартире детей. Привет, молодежь! В квартире беспорядок, кругом разбросаны вещи. Несколько дней мальчики просидели в запертии без продуктов. Старшему 10, самому маленькому год. Мать постоянно их бросает. Маленький ребенок постоянно плакал. Мальчики, звали на помощь внимание соседей, привлекли ударами по батарее. Несколько дней неравнодушные жильцы дома поднимали детям еду по сброшенной из окна веревке. Он открыл, спустил бельевую веревку, я привязала пакет и стояла, ему говорила, что тяни, тяни. Когда мать не появилась и спустя несколько дней, соседи вызвали спасателей. Детей спустили и передали медикам. Накормили. Надо собираться, одеваться, будем искать маму. Найти не смогли. Женщина, как ни в чем не бывало, вернулась вечером и начала искать своих детей. Я говорю, а что надо? Она говорит, где мои дети? Ты что мне не могла позвонить? А я говорю, а тебе звонила, что дети плакали, ты не берешь отключенное. Сейчас дети находятся под присмотром органов опеки. Инспекторы по делам несовершеннолетних намерены в ближайшее время инициировать внеплановую комиссию по делам несовершеннолетних, на которой в интересах детей будет рассмотрен вопрос о том, где и с кем они в ближайшем будущем будут проживать. В следственном комитете уже начали проверку сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Халатность, оставление в опасности и неисполнение родительских обязанностей. Личность женщины установлена. У органов опеки к ней уже возникали вопросы. В квартире, где мальчики провели несколько дней, сейчас пусто. Где их мать, неизвестно.